Привет всем! Сегодня малюсенькое парфюмерное видео о том, какие парфюмы я купила на эту весну. Я уже сделала видео о том, какие парфюмы я выбрала, так сказать, носить этой весной, какие рекомендации у меня на эту весну вышли. Но каждый сезон я также покупаю несколько парфюмов для того, чтобы, так сказать, испробовать, разносить и в том числе вас познакомить с этими конкретными парфюмами. И в этот раз у меня три покупки весьма-весьма интересных, на мой взгляд. И хотела бы с вами поделиться о том, какие покупки, о каждом конкретном парфюме, поговорим попозже. Они будут включены, во-первых, в мою ротацию, во-вторых, на каждый парфюм я сниму отдельное видео в будущем, поэтому очень далеко в Депре изобретать не будем, а просто познакомимся с тем, какие парфюмы у меня новенькие в моей коллекции появились, а также немножечко, почему они у меня появились именно в это время, именно в этот сезон, или именно эти парфюмы, почему они у меня появились. Давайте начнем с очень, очень интересного выбора. Это первый флакон от Эрин. Эрин это прекрасный парфюмер, довольно новый парфюмерный дом, не какой-то там с историей, а очень-очень новый, нишевый, полунишевый, наверное, все же парфюмерный дом, у которого хорошая репутация, прекрасного качества, во-первых. Во-вторых, довольно аутентичные ноты, представленные Эрин, у меня парфюм Lilac Path. Чем мне пригляделся этот конкретный флакон и почему он у меня появился в коллекции? Я в последнее время очень щепетильно отношусь к тому, что я представляю, что я в свою коллекцию добавляю, просто потому, что у меня огромная парфюмерная коллекция, и я предпочитаю пробовать в миниатюрах, маленьких вариантах. Этот конкретный парфюм я бы купила в 10-миллилитровом роллеру боли, стоил бы мне, наверное, около 30 или 40 долларов, но, к сожалению, этого конкретного парфюма не было в роллеру боли, а я хотела выйти из парфюмерного магазина именно с этим флаконом. Эрин Lilac Path фактически был мной куплен, как и еще один парфюм из того, что у меня сегодня есть, из-за ностальгии. Я уверена, что я не одна такая. Многим, многим, очень многим людям парфюмы напоминают о каком-то времени из их жизни, приятном или неприятном, это совсем другой вопрос, о каких-то событиях, о каких-то людях. То есть подпись парфюмерная может определяться даже не тем, особенно, что вам нравится, а просто, что вам этот запах напоминает. Lilac Path это запах Минского ботанического сада, когда там начинает цвести сирень. Именно поэтому я с большим удовольствием приобрела этот парфюм. Фактически Lilac Path это сиреневая тропинка или тропинка, обрамленная кустами сирени. Именно, не врут, Эрин нам не врет. Именно так и пахнет парфюм, фактически Saliflora. Я расскажу больше об этом, по чуть-чуть разберу на фибры его этот парфюм в будущем, но цельное впечатление именно вот такой вот мясистой, прелестной весенней сирени. И на самом деле у меня такие прекрасные детские воспоминания, связанные с этими кустами сирени. Во-первых, у бабушки, подруги в деревне, у меня нет, не было никогда бабушки в деревне, но у подруги моей мамы лучшей была бабушка в деревне, то есть мама мужа. И мы с моей подругой Анфисой, маленькими детьми, туда постоянно ездили весной, летом там проводили целые месяцы. До сих пор не понимаю, как нас там терпели, но вот у меня такая двойная связь. Во-первых, вот эти вот весенние визиты к бабушке, я ее тоже называла бабушкой, это была не моя бабушка, к бабушке моей подруги Анфисы в деревне. И также Минский ботанический сад, в который мы часто ходили с мамой, это просто воспоминания, воспоминания меня заглотили. Как только я унюхала этот конкретный аромат, меня просто смело. Я ушла в небытие, а точнее в какие-то прошлые такие завалы памяти. И должна сказать, что действительно аутентичность стопроцентная, пахнет действительно сиренью. И напоминает мне мое детство, поэтому с большим-большим удовольствием использую. Начала уже использовать, и в будущем вам обязательно расскажу. Следующий парфюм также мною куплен от Lush. Кстати, следующие два от Lush. Вот этот конкретный куплен также по ностальгическим причинам. Это их довольно новый выпуск, это Rose Jam. Мне, конечно же, не нравятся эти бутылки парфюмерные. Концентрация примерно Eau de Cologne, здесь 200 мл, поэтому можно брызгаться сколько угодно. Rose Jam — это их розовый аромат, который я так хотела получить от Imogen Rose, но который, конечно же, я не получила от Imogen Rose. Imogen Rose был большим разочарованием, но я его покупала только в твердом парфюме, в этом варианте. А здесь Body Spray — это очень неконцентрированная версия, но тем не менее она дает мне то, что я ищу. Rose Jam — также для меня очень-очень ностальгический парфюм. Начала я его использовать в форме таких вот, у них есть бары увлажняющие для массажа, массажные бары. И Rose Jam, во-первых, в первый раз я попробовала в виде кондиционера для кожи, в ванной использовать после душа, и влюбилась в аромат. А потом я начала покупать, когда я была беременна, у меня рос мой живот с моим ребеночком, я начала покупать вот эти бодибары от Lush, и у нас был такой ритуал, муж каждый вечер перед сном мне в живот втирал такое большое количество вот этого бодибара с ароматом розы. Это тоже самый аромат, действительно аутентично повторенный в Rose Jam. Также я покупала и гель для душа в этом формате, и другие разные, вот что не произведет Lush, я всегда покупаю, поскольку у меня такие нежные воспоминания связаны с этим ароматом. И я с большим удовольствием также буду носить этой весной Rose Jam. Очень рада, что это перманентный теперь аромат в коллекции Lush. Буду покупать его в будущем, скорее всего, если, конечно, он не отвратительного качества, пока качество меня не разочаровало, но еще early days, рано сказать. И последнее, что я взяла, это новые парфюмы от Lush. Вот у них есть и в спрее, очень концентрированные, кстати, разные новые ароматы выпустились, и есть также вот такие вот небольшие, как вы видите, я чуточку попробовала уже и дома этот аромат, такие вот небольшие баночки, что мне очень импонирует, я уже говорила. И по поводу Imogen Rose тоже я люблю твердые парфюмы, и очень хочу больше иметь твердых и меньше жидких парфюмов в своей коллекции, поскольку я думаю, это очень экономичный вариант в смысле хранения, немного места занимает. Правда, не настолько концентрированный аромат, как в жидком варианте у Lush, а жидкий вариант это настоящий Eau de Parfum, если не экстракт, а вот это вот больше на Eau de Toilette, Eau de Cologne, концентрация. Похоже, работает, правда, неплохо. И вот здесь вот немножечко изменена формула самой базы по сравнению с Imogen Rose, которые они недавно переформулировали свои парфюмы и другую базу для твердых парфюмов сделали. И на самом деле мне кажется, что гораздо более удачная вот эта вот база. Я купила Solid Perfume Cardamom Coffee, то есть кофе-кардамон, и пока очень-очень мне нравится этот аромат, весьма аутентичный. Также, как вы видите, на меня нашло что-то вот такое вот хочется настоящих повседневных запахов, не хочется каких-то изысканностей, хочется аутентичных запахов ароматов, которые мне что-то напоминают. Кофе с кардамоном, когда я путешествовала по Европе, честно говоря, чаще всего встречался мною именно почему-то в Германии. И мне действительно хорошие воспоминания навевает вот этот вот аромат. В том числе я еще очень люблю пить чай с кардамоном и кофе с кардамоном. Покупаю такие варианты чая с большим удовольствием. Что-то очень комфортное, теплое и уютное в этом запахе нахожу. В общем, это мой третий, третья добавка, так сказать, к моей парфюмерной коллекции. Три парфюма это немало, и я пока довольна всеми тремя. Обязательно ее буду включать в близлежащие ротации и обязательно вам о них расскажу позже. Надеюсь, вам было весело послушать и посмотреть, какие парфюмы я приобрела на весну. И это все на сегодня. Всем хорошего дня. Пока-пока.